Выучить английский язык за неделю? Легко! Новые возможности для абитуриентов. ВИЧ снова открывает охоту. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Елизавета Газизянова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял участие в расширенном заседании оперативного штаба по проведению приемной кампании. В режиме видеоконференц-связи к заседанию подключились представители руководства 575 высших учебных заведений России, в том числе ректор Казанского университета Ленар Сафин. На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся взаимодействия сервиса приема с информационными системами образовательных организаций высшего образования, а также о ходе приемной кампании 2023-2024 учебного года с применением функционала суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн. Казанский федеральный университет предоставляет все возможности не только для комфортного обучения, но и для упрощенного процесса поступления в ВУЗ. Подписать все необходимые документы теперь можно, не выходя из дома. Приемная кампания Казанского федерального университета в самом разгаре. На сегодняшний день от абитуриентов уже поступило более 88 тысяч заявлений, и это, конечно, еще не предел. Подать документы можно лично в ВУЗе или на почту университета, а также онлайн через личный кабинет на сайте КФУ или суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на сайте госуслуг, заверив документы электронной подписью. На последнем пункте становимся подробнее. Для поступления электронная подпись не обязательно, однако ее наличие ускорит процесс. Дистанционная подача документов сильно упрощает процесс перехода от абитуриентов в студенты и дает возможность попасть в любой университет страны. КФУ не исключение. Раньше было труднее, а сейчас легко, потому что можно подать через госуслуги и не ездить никуда. Занимает очень мало времени, удобно, все легко, понятно. Да, тебе не приходится ездить в другие города, тратить какие-то деньги на это, просто все онлайн, все очень удобно, все для людей. Если нет возможности приехать сюда вживую, это, естественно, удобный очень формат для многих абитуриентов. Сейчас на пиковом своем значении абитуриенты активно подают заявление. Если мы будем смотреть по сравнению с показателями с прошлой недели, то показатели по подаче заявлений практически удвоились. Электронная подача документов наиболее безопасна и удобна. В этом случае и требуется электронная подпись. Поступление с ее помощью имеет ряд преимуществ. Отправка и подпись осуществляются в любое время, не выходя из дома. Это сокращает время на подачу и ускоряет процесс рассмотрения заявлений на поступление. Квалифицированная электронная подпись гарантирует подлинность и защиту от подделок. Она является уникальной и несменяемой. Электронный обмен сокращает расходы на печать, доставку и хранение бумажных версий, что особенно актуально при подаче заявлений на поступление в ВУЗ. Ну и при использовании электронной подписи риск ошибок в заполнении документации меньше. Ребята все больше и больше выбирают трек поступления в рамках онлайн подачи заявлений через портал «Поступи в ВУЗ онлайн». И практически 90% абитуриентов выбирают этот путь поступления. Здесь же мы видим, что в очном пространстве ребята находятся. Это в основном для подтверждения анкет уже, либо для консультации, либо, может быть, для уточнения в рамках тех заявлений, которые они уже подали через нашу электронную систему, либо через портал государственных услуг. Мы видим, что поток заявлений значительно выше, чем в прошлом году. При подаче заявления через сервис Госуслуг она может понадобиться, чтобы подтвердить учетную запись. Если вы отправляете документы напрямую в университет, нужно подписать их электронной цифровой подписью. Она удостоверяет подлинность данных, личность отправителя и защищает файлы от изменений. Получать электронную подпись не требуется, достаточно иметь личный кабинет на портале Госуслуг. В целом это разгружает как само приемное пространство, так это доводит до автоматизма механизмы, которые мы совершенствуем по подаче заявлений. У нас анкета построена полностью на связях и взаимодействиях, то есть нельзя допустить какие-то ошибки. Абитуриент, начиная заполнять анкетные данные, приводит свое заявление именно к тому формату, в каком оно может быть. То есть безошибочно, и поэтому процент отклонений практически равен нулю. То же самое касается договора. Не нужно заполнять в рукописном виде этот договор. Ошибки не допускаются, потому что он формируется в электронной форме, подвисывается в электронной форме. Не требуется сканов, не требуется доработок. Напомним, приемная кампания для российских абитуриентов продлится до 25 июля. Прием документов от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых КФУ самостоятельно, в том числе по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности, завершится 15 июля. По всем вопросам, касающимся поступления, можно обратиться в приемную комиссию КФУ по адресу улица Кремлевская, 35, или по телефону, который вы видите на экране. Свою работу начал лагерь английского языка «Дискавер» – специальный проект Казанского федерального университета. Что уже успели увидеть школьники, смотрите далее. Смена 2023 стартовала 9 июля и продлится до 16 июля. В рамках программы запланирован 21 час академического английского, а также 28 часов познавательной программы, которая поможет усвоить грамматику иностранного языка и азы синхронного перевода. Занятия сочетают в себе практику общения с носителями языка, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, а также культурные и спортивные мероприятия. «Дискавер Инглиш» – так называется лагерь. Он реализован на базе Казанского университета, и именно его выпускники являются преподавателями и вожатыми на время смены. К нам приехало 45 ребят от 12 до 18 лет. Они приехали из разных уголков России. У нас есть девочка из Сочи, есть ребята из Удмуртии, из Башкирии, из разных регионов России. И мы всегда радуемся тому, что у детей из других регионов есть возможность действительно посмотреть на возможности Казанского федерального университета, на то, как ведется здесь обучение, на то, как инфраструктура выстроена, и на то, какая в перспективе у них может быть жизнь в студенчестве. Развлекательно-познавательная программа обширна. Так, 12 июля ребята посетили симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Здесь школьникам рассказали об особенностях виртуальной больницы, которая оснащена самым современным оборудованием. В 3D-клинике имеются палаты разной направленности, например, приемный покой и родильное отделение. Центр направлен на подготовку квалифицированных медицинских работников с использованием симуляционно-имитационного оборудования. В нем создаются условия для воспроизведения различных клинических ситуаций, благодаря чему студенты и ординаторы учатся принимать решения как в штатных, так и нестандартных ситуациях. Это мой первый опыт участия в лагере «Дискавер». Сегодня ребята приехали в медицинский центр, и, возможно, для многих из них это действительно первый опыт узнать, что такое общая медицина, соприкоснуться с этим. Для кого-то, может быть, это будет каким-то решающим выбором их будущей профессии. На время лагеря школьники почти забыли русский язык и уже свободно общаются между собой на английском языке. Помимо образовательных программ, ребят знакомят с историей Казанского федерального университета, рассказывают о его открытиях. Также школьники узнают, какие известные личности обучались в КФУ. Ребята проживают в деревне-универсиаде и уже сейчас могут ощутить на себе дух студенчества. Я тут впервые, да. Постить этот лагерь хотела, потому что этот лагерь английского языка, и я хочу, ну, у меня есть цель выучить английский язык и потом путешествовать. Мне очень нравится атмосфера. На самом деле здесь очень добрые люди. Я думала, все будет совершенно по-другому, но все намного лучше. Как отмечают ребята, лагерь КФУ – это отличная возможность прокачать свои теоретические знания и отработать их на практике. Ведь университет предоставляет все условия для саморазвития. Главное – правильно использовать эту возможность. Я была здесь в 2018 году, насколько я помню. И это получается, я была как раз-таки после 10 класса, да, подготовка к ЕГЭ, дополнительно. Одна из моих team leaders, ну, то есть вожатых, главных, самых старших вожатых, предложила стать волонтером. Вот, и я согласилась. Честно, очень волнительно было возвращаться. Столько ностальгии, столько эмоций, столько воспоминаний. В первую очередь мне этот лагерь дал понимание, чего я хочу и чего я не хочу. Лагерь английского языка Discover English существует с 2016 года. С тех пор он помог не одному поколению школьников со всей России подтянуть язык, определиться с будущим выбором направления и просто найти друзей и наставников на долгие годы. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекции увеличиваются с каждым годом. Судя по данным Росстата, число ВИЧ-инфицированных резко выросло на 40 тысяч в 2023 году. Показатели продолжают неумолимо ползти вверх, сообщая о больших проблемах. Что же такое ВИЧ и почему количество заболевших увеличивается, расскажем в следующем сюжете. ВИЧ-инфекция уже давно переросла в ряд глобальных проблем человечества. Чтобы понять, насколько опасной она стала в современных реалиях, следует обратиться к истории возникновения и основной его сути. ВИЧ, иными словами вирус иммунодефицита человека, хроническое заболевание, передающееся контактным путем, которое медленно прогрессирует и характеризуется поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита, или же СПИДа. Он является финальной стадией ВИЧ-инфекции, когда из-за ослабленной иммунной системы человек становится беззащитным перед любыми инфекциями и некоторыми видами рака. Источником инфекции может быть только человек на всех стадиях болезни. ВИЧ в больших концентрациях содержится в крови и грудном молоке, поэтому при контакте с этими биологическими жидкостями возможно заражение. Вирус может содержаться и в других биологических жидкостях, но его количество недостаточно для заражения. Чтобы произошло инфицирование, биологическая жидкость, содержащая ВИЧ, должна попасть в кровоток или на слизистую оболочку. О, достаточно интересно на самом деле. ВИЧ ведет себя не так, как другие вирусы, к которым мы привыкли. Вирус ВИЧ относится к группе так называемых ретровирусов. И первым, что он делает после попадания в организм человека, он встраивает свой генетический материал в наши с вами хромосомы. И уже достаточно долгое время может находиться в организме именно в составе наших собственных генов. То есть и уже потом из наших клеток он вылазит, выходит и, собственно говоря, начинается острый период такой инфекции, который сопровождается специфическими симптомами ВИЧ-инфекции. Симптомы ВИЧ-инфекции проявляются не сразу, однако даже их наличие не сможет дать точного ответа на вопрос об инфицировании. Первые признаки болезни появляются в течение первых трех месяцев после заражения. К наиболее распространенным и типичным признакам ВИЧ относятся потеря веса, снижение мышечной массы, а на более поздних этапах даже дистрофия, постоянные простудные заболевания и сильные головные боли. Стоит отметить, что несмотря на появление в организме вируса, его сопутствующие симптомы присущи многим другим болезням. И отличить вирус иммунодефицита от обычной простуды без анализа крови невозможно. Симптомы ВИЧ-инфекции, они ничем не отличаются каким-то разнообразием. Первые симптомы, когда первый этап ВИЧ-инфекции, он протекает как ОРВИ, просто может быть недомогание, какой-то насморк. Как вирусная инфекция обычно протекает. Потом она исчезает, эти симптомы. И далее уже через несколько лет могут проявиться симптомы уже того заболевания, с которым будет ВИЧ-инфекция ассоциировать, то есть к которому он присоединится. В нашей полосе, в нашей зоне, в нашей республике в основном это инфекция, связанная с туберкулезом, может быть сальмонолиоз, может быть пневмонии. То есть это такие инфекции, которые здесь и так их много, поэтому и ВИЧ-инфекция прикрепляется к ним. Основным источником заражения ВИЧ-инфекции являются половые контакты с инфицированными людьми. Именно поэтому один из самых распространенных и важных методов профилактики это использование контрацепции. Также существуют методы борьбы с ВИЧ-инфекцией, прием противовирусных препаратов, которые могут снизить риск заражения до 90%. Однако здесь не все так просто. Прием специальных препаратов должен проходить строго под присмотром врача. В противном случае их неправильное использование может привести к развитию резистентности к их действию и увеличению риска заражения в несколько раз. Вопреки расхожему мнению, вирус иммунодефицита не передается через рукопожатие и прикосновение. А значит не стоит бояться здороваться и общаться с людьми, которые инфицированы ВИЧ. Зная пути передачи, можно минимизировать риски. Первый это у нас парентеральный контакт, это исключить контакт с кровью инфицированного человека. То есть если это люди, употребляющие инъекционные наркотики, или какие еще могут у нас быть контакты с кровью, это чаще всего медработники. То есть естественно это стерильные инструментарии, это одноразовые перчатки и такие меры предосторожности. Второй путь, который есть, это половой. И мы рекомендуем естественно барьерные методы профилактики. Это презерватив, который доступен всегда и при регулярном использовании, то в принципе риски также снижаются. И третий путь это от матери к ребенку. Здесь уже мы общими усилиями работаем над этой ситуацией. Работаем хорошо, успешно, детки рождаются здоровыми. И при правильном подходе, при соблюдении всех этапов химиопрофилактики, то есть это период беременности, период родов и профилактика ребенка, который назначается сроком на 4 недели, дети рождаются здоровыми. И этот путь мы предотвращаем полностью. Тем не менее хочется верить, что как и в случае с другими заболеваниями, которые еще недавно считались неизлечимыми, например вирусные гепатиты B и C, ВИЧ-инфекция рано или поздно будет побеждена. И люди, которые сегодня постоянно принимают антиретровирусные препараты, смогут перестать бояться за то, что их ждет в будущем и жить обычной жизнью. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Андрей Богудинов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!